я все время читаю комментарии под нашими видео в том числе ругательная и мне очень нравится один тролль который все время пишет нам вы проклятые бочебешники продали свою родину святую беларусь мы россияне но мне чертовски приятно что кто-то нас принимает за белорусов жесуи белорус наверное самое важное сейчас в мире то что происходит в беларуси с беларусью вокруг беларуси и чем это все вообще закончится поговорим об этом с натальей разиной главным редактором харти 97 бывший политзаключенный нашим постоянным экспертом по беларуси наташ привет добрый день наташ что будет дальше я думаю дальше будет борьба и победа мы же с тобой давным давно знакомы как ты знаешь что как бы ни было тяжело я считаю что нельзя сдаваться и мне кажется что режим лукашенко судя по тем безумным действиям который сегодня совершает диктатора в общем-то доживает свои последние дни я знаю что лукашенко в стране ненавидит я вижу что солидарность белорусским народом нарастает я вижу что народ готов продолжать борьбу и понимает что при этом режиме не отсидеться не выжить не удастся поэтому это дает мне надежду на то что все будет на самом деле у нас хорошо наташ мы знаем с тобой прекрасно да еще и по бахтину что все таки карнавальная культура она может разрушить все что угодно и уж по крайней мере образ диктатора и страх может быть есть из то из белорусского рока что мы не знаем из белорусской музыки белорусских спектаклей что ты нам дашь послушать что нужно слушать просто же суи белорус но даже я мне сразу пришла в голову группа турбэнд да который вот так вот выстрелила очень серьезно накануне избирательной кампании во время избирательной кампании во время этой революции то есть вот просто найдите турбэнд туда их песни одна из них вот живи беларусь и ну там масса песен которые вот просто в десятку в десятку и которые очень заряжали и продолжают заряжать людей вот на протест у меня есть любимый белорусский персонаж его мало кто знает уроженец могилева николай судиловский он родился в середине девятнадцатого века был юристом медиком биологом этнографом открывал островов тихом океане основал кучу компартии был знаком с карлом марксом был президентом гавайев и боролся против присоединения гавайев к америке в японии готовил приворот в россии и так далее так далее так далее изучаю биографии если бы думаю боже мой мне кажется это последний настоящий революционный беларусь такой без границ а вы какие-то очень все таки добрые вы мягкие вы разуваетесь когда встаете на лавочке может поэтому как-то не получилось и в этот раз тоже нет все получится я убеждена знаешь никто не верил что в беларуси будет революция я и другие лидеры оппозиции говорили будет да это например те же лидеры европейской беларуси всегда говорили накануне двадцатого года что будет беларусь революция и мы стали свидетелями вот этого чуда то есть для многих это было чудо как это произошло поэтому если я была свидетелем одного чуда в течение своей жизни я уверена что буду свидетелем и другого а что касается беларусов да мы европейская нация возможно не было силовых действий хотя по факту силовые столкновения беларуских городах в августе были во многих по факту они произошли но вы должны понимать что мы имеем дело с более жестким режимом чем режиме януковича в украине чем режим который был в грузии или в кыргызстане или даже сербии то есть это невозможно сравнивать наш протест мирный и оппозиция в беларуси всегда исходила из концепции джина шарпа и придерживалась ненасильственного сопротивления опять же исходя из состояния белорусского общества уроки августа-сентября двадцатого года вы не хотите стать пожестче и радикализация безусловно происходит сама собой да то есть потому что люди понимают что то есть кто 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 такие эти омоновцы глубокики да то есть ненависть им конечно запредельная они боятся даже ходить по улицам одной из информаций на самом деле сотрудники милиции даже рядовые они боятся ходить по улицам городов в форме то есть они даже почитают одеваться штатская потому что они выходят форме они чувствуют эту ненависть которая исходит из от людей поэтому я бы не стала белорусов ни в чем упрекать то что народ восстал то что народ так массово вышел на борьбу и то что эта борьба не прекращается вот уже почти год потому что партизанские акции в беларуси продолжают проходить каждый день но это говорит о том насколько силен дух народа и насколько в нем сильно вот это сопротивление но мне кажется всех уже пересажали а кого не пересажали тот уехал а я очень хорошо помню как выдающиеся российские советские диссиденты которых выслали которые были вынуждены уезжать тот же буковский владимир константинович говорили о том что иммиграция это самое неудачное решение для человека который хочет изменить мир а получается так что либо миграция либо сидишь нет но буковского выслали советского союза в конце 70-х это была совершенно другая ситуация сейчас не имеет большого значения где человек находится то есть вообще способов коммуникации масса и не все уехали не всех пересажали и мы сегодня говорим о том что может действительно разрушить режим лукашенко что может ударить по нему очень сильно и есть три вещи это международные санкции именно экономического характера финансовая торгового а также забастовки я знаю что уже идет активная подготовка забастовка не только на промышленных предприятиях но и среди бизнеса и сотрудников бюджетной сферы ну и безусловные протесты прошлогодний протест дал миру целую плеяду белорусских имен которых мы конечно все знаем это и тихановский и тихановская и баба рика и цепкала и много-много-много кто еще и конечно не забываем на марию колесникова сидящую в тюрьме очень большой спектр ярких личностей у которых самые 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 разные тем не менее взгляды на политику просто сейчас не до этого как ты считаешь белорусская позиция она объединена или все-таки есть какие-то противоречия которые не преодолимы но хороший вопрос на самом деле реальные белорусские люди лидеры сегодня находятся в тюрьмах это люди которые готовили революцию и конечно же то что произошел определенный спад протестов это связано с тем что на волне революции появились не очень компетентные люди которые не знали что делать с вот этим огромным количеством людей которые вышли протестовать если бы во главе протестующих были например николай статкевич павел северинец или даже виктор бабарыка я думаю что было совершенно другая ситуация или сергей тихановский но этих людей арестовали еще накануне избирательной кампании и мы увидели то что мы увидели сегодня я призываю лидеров которые есть которые так называемых новых лидеров быть более принципиальными призываю их поддержать всеми силами громко в голос четко и ясно введение экономических санкций в отношении режима лукашенко но и заниматься на меньше самопиаром там туристическими поездками а реально работать с людьми вот кто будет это делать на мой взгляд тот останется лидером а кто не будет ну те тех ждет забвение на мой взгляд потому что у людей уже есть определенное разочарование они ждут от лидеров четких конкретных активных действий и надо соответствовать вот этим ожиданиям народа многие оппозиционные политики и политологи и наблюдатели хорошего экспертного класса говорят одно и то же что с ней поддержка россии никакого лукашенко давно бы уже не было да это не будут есть какие-то деньги то есть лукашенко конечно сегодня хочет большего но я думаю что это больше он вряд ли получит и всего того что у россии есть свои собственные экономические проблемы в силу того что его режим нелегитимен режим банкрот состояние экономики очень тяжелая я не думаю что россия в состоянии дальше вот содержать вот этот режим такой чемодан без ручки но всех очень смущает многих смущает этот самый чемоданчик вот сидит такой путин рядом с ним сидит лукашенко они переговариваются пять с половиной часов а рядом с лукашенко стоит чемодан я вас проинформирую я пользуюсь таким доверительным отношением с вами захватил некоторые документы всеми хочется сказать флешка же есть одно как этот чемодан с документами как-то все это очень странно а как это так получается что за секрет природы власти что человек неграмотный не держащий никакой связи с реальным миром не понимающий что он смешон как это вообще вами белорусами европейским народом 21 веке люди которые дают на рдизайна наибольшие проценты на программистов в мире как это такое с вами случилось как случилось человек захватил власть вооруженным путем удерживает ее на протяжении нескольких а для этого ума не надо для того чтобы держать страну стороны россии вот и все а не нужно для этого ума чтобы держать страну если вооруженным путем не обязательно понимаешь то есть это же не белорусы его выбирают он проигрывал президентские выборы еще в 2001 году он всегда фальсифицировал все избирательные кампании он удерживает власть вооруженных путем понимаете протесты белорусской оппозиции они же начались не в двадцатом году они продажи продолжаются с 90-х годов со второй половины 90-х годов когда лукашенко пришел в классе 20 лет больше уже 21 год происходит вот это вот все поддержка россии и так далее так далее но это же может длиться до бесконечности послушайте ничто на свете не бесконечно все имеет свой конец в том числе режим путина посмотрите какое недовольство в россии его правлением я не думаю что у вас дела намного лучше чем белоруссия но мне кажется что в россии совершенно другая ситуация путин в россии имеет поддержку я думаю что он имеет реальную поддержку но это не поддержка как общенационального лидера а поддержка знаешь какая лишь бы не было хуже потому что у нас на генном уровне да и вообще это знают еще и наблюдатели что как только получается пересменок любой пересменок происходит дележ сферы влияния и все это происходит за счет народа и будет ли после путина шойгу или сечен или навальный а проблемы будут по большому счету у народа и поэтому стабильность здесь народу нравится потому что оттягивает эту неприятную ситуацию знаете же сейчас такая непредсказуемая все меняется на это повлиял и повлиял в том числе и ковид и поверьте мне мы можем быть свидетелями очень неожиданных событий нельзя недооценивать силу народа а как на это повлиял ковид на революцию нет но люди увидели насколько неадекватен лукашенко то в общем то все понимали что власти не очень психически здоровый человек но когда он стал отрицать коронавирус и когда погибли десятки тысяч человек по его вине из-за того что стране не был введен даже элементарный карантин что по-прежнему работали рестораны кафе и все учреждения образования и предприятия это вызвало в люди в людях протест то есть борьба за свободу стала борьбой за жизнь санкции против белоруссии я говорю именно в санкции против страны они против граждан против прежде всего каких-то больших экспортных предприятий урал калий как лично бизнес лукашенко связаны с лукашенко по крайней мере как утверждается еще какие-то вещи любой пропагандист белорусский скажет что-то эти санкции ударит прежде всего по населению беларуси которая так не очень хорошо живет ты правильно сказала то есть это говорят пропагандисты и люди которые там тайно или явно работают на режим потому что на самом деле я разговариваю с людьми я мониторю социальные сети и я знаю что люди в беларуси большинстве своем поддерживают экономические санкции некоторые называют это даже химиотерапией то есть люди понимают что это реально может им помочь что это что через экономические санкции будет нанесен серьезный удар по режиму лукашенко поэтому мы говорим что сегодня необходимо вводить санкции на поставки нефтепродуктов из беларуси вводить санкции против беларусь калия прекратить закупки калинах удобрений из беларуси вводить санкции против других предприятий градообразующих а также против банков плодоотключения беларуси от системы свит у нас тысячи политических заключенных сегодня в тюрьмах понимаете то есть как минимум цель наша цель цель этих санкций освободить этих людей потому что люди гибнут сегодня в тюрьмах а вот случае видов да шурка который был убит шковской колонии случае вот парня дмитрий остаковского который выбросился 16 этажа под из-за того что на него оказывалось давление страны следственного комитета условия содержания политзаключенных беларуси чудовищные мать то есть они на особом режиме у них их помечают специальными желт желтыми бирками в тюрьмах то есть это значит что могут там и травить и избивать и все что угодно у нас есть информация что была попытка отравления в том числе и лидера оппозиции николая статкевича а когда его топировали из жродинского сезон в гомель то есть на самом деле вот сейчас нет времени размышлять нужно думать о людях которые сегодня оказались заложниками этого режима сша вот ввели уже санкции 9 белорусских предприятий то есть возобновили эти санкции которые были введены в 2008 году и привели к освобождению кстати политзаключенных и кандидатов президента александра казулина я очень надеюсь что эти санкции будут расширены и к ним присоединится евросоюз чем помочь чем среднестатистический человек россиянин немец американец украинец чем может помочь беларуси или белорусском политзаключенному первую очередь солидарность с белорусским народом помощь всеми репрессированных тем чтобы человек говорил о том что происходит беларуси выходил на акции солидарности с нашим странам и оказывал давление на свои правительства есть ощущение у многих есть такое ощущение только у меня что все-таки история белоруссия все-таки довольно сильно переменилась и пошла по другой колее в момент посадки известного самолета район эйр что это было нет ну это была демонстрация безумия лукашенко то есть совершенно понятно что власти находится сумасшедший человек который не в состоянии просчитывать свои действия на два шага вперед есть желание держать власть любым путем показывать собственную силу и крутизму но в итоге он показал только собственная глупость недальновидность но и подтвердил свой диагноз поставленный психиатрами поэтому для белорусов в общем-то это не было шоком счастью проснулся запад счастью мир понял что режим лукашенко угрожает не только белорусскому народу но и в общем-то безопасности всего региона и всего мира и в общем-то я приветствую тот шаг что сегодня самолеты белая не опускают цивилизованные страны и что территорию белоруссии закрыли для пролетов роман протасевич в аэропорту афин писал что кажется за ним следит губня но я почти цитирую его это его выражение я его не очень люблю не досчитали все таки четверых российских граждан на борту ну и так далее а вообще означает ли это что кгб белоруссия так активно и в общем эффективно работать за границей я но есть информация что это была совместная операция белорусских и российских спецслужб во всяком случае российские спецслужбы могли поделиться информации как бы на каком самолете будут лететь белорусские оппозиционеры но главную вину я возлагаю конечно белорусские власти и знаю что инициатором лично лукашенко но ты давно очень давно раздражающий фактор для лукашенко может быть он даже привык к тебе как я не знаю как раздражает раздражает свыкся с тобой а ты не замечала слежки за собой за границей ну было разное то есть была и слежка вы были и постоянные сообщения с угрозами были намеки разного характера что со мной могут сделать и что знают адрес и прочее прочее знаешь но я стараюсь на это не обращать внимание я сейчас нахожусь позже в принципе чувствую себя в безопасности вот конечно осторожность не помешает и мы предпринимаем различные меры для безопасности своих сотрудников но надо меньше бояться больше делать вот я так этому отношусь я большой пессимисту стараюсь быть реалистом поэтому пессимист и когда я смотрю на россию и вот я считаю кто поддерживает условно например путина бюджетники армия и семьи сен и семьи судейский корпус и семьи судебные приставы и семьи плюс поставщики плюс семьи поставщиков бизнес завязаны на все на это плюс администрации плюс семьи плюс бухгалтерия плюс полиция плюс фсб и до коэффициент семей что надо помножить там теща и тещин бизнес и так далее так далее и того получается такого так получается с беларуси то же самое раз лукашенко опирается на штыки штыки же тоже белорусские тоже же граждане беларуси помноженный коэффициент семей который от этого от этих штыков зависят так может быть просто он сильнее потому что штыки тоже белорусы уже не оккупант да его поддерживают вот эти чиновники из омона из губок из кгб силовики в общем так которые сегодня уже оказались вне закона они знают что за совершенные преступления их ждут суды да то есть запущен уже международный механизм преследования представителей силовых структур и правительства беларуси которые участвуют в подавлении мерных демонстраций в давлении на людей и эти люди знают что их ждет суд международный вероятно в гааге так и независимый белорусский суд который будет в стране я убеждена это не российская ситуация абсолютно то есть я бы не стала сравнивать гарри каспаров давно уже живущий в америке тут на днях очень хорошо сказал когда вы спросили что может объединить российскую оппозицию он сказал а что российскую оппозицию так прекрасно объединяет уголовный кодекс и у меня такое ощущение что ровно то же самое объединяет и белорусскую оппозицию все в одной в общем уголовные лодки в страшной лодке языки возвращаюсь к этому своему вопросу возможно ли в двадцать первом веке восстание революция перемены без лидера на же тоже нет лидера белоруссия огромное количество лидера знаете то есть вот это вот патернализм он мне кажется здесь не совсем вместе в минске огромное количество дворов которые выходят на протесты да то есть это же тоже уникальная белорусская ситуация когда проходят постоянно дворовые марши поверьте мне вот в каждом этом дворе есть лидер люди же не стадо им не нужен кто-то один понимаете самое же главное это осознать ответственность я ответственно за свою страну я готова отстаивать ее национальные интересы я уже лидер мать и так думает огромное количество людей в беларуси поэтому а что касается вот объединения то я не думаю что нас объединяются уголовный кодекс объединение должно быть в действии мать и тогда это будет реальное объединение если люди готовы действовать если готовы менять ситуацию то они просто априори будут вместе мы все наблюдали там светлана тихановская совершенно случайно занесло в политику ну просто случайно она не готовила себя к этой деятельности а что ей делать то например ну слушай ну часть символ газа четко проголосовали потому что в общем то голосовать больше было не за кого да то есть безусловно как бы она и символ она вошла в белорусскую историю и она там останется да но конечно светлана но она не в состоянии управлять никакими процессами ты правильно сказала она к этому не готовилась она к этому не готова но это не упрек да это просто но это факт это просто констатация факта да то есть и просто и ну как то надо признать в том числе и и советникам то что из ничего ничего не бывает а дай мне совет уже сейчас после вот ужесточения очень серьезное ужесточение репрессии беларуси мы хотим поговорить с дворовыми лидерами с белорусскими журналистами с политологами которые остались беларуси я говорю себе нет я не буду с ними говорить потому что я боюсь их подставить я боюсь что они будут говорить честно открыто то что они думают то что мне нужно то что зрителям нужно от защитениях арестуют и тут мы все будем виноваты я буду виновата что им делать те кто остался беларуси и рискует каждый день беречь силы беречь себя продолжать делать то что можешь а можно делать много так чтобы остаться на свободе это может быть и помощь семьям политрепрессированных это могут быть и партизанские акции и помогать сейчас подготовке забастова распространять информацию подпольно всеми возможными способами и это очень много и не надо мне кажется рисковать через интервью да но того не стоит если человек бастует у него достаточно серьезный риск быть уволенным потерять средства к существованию и получить я там черную метку нигде больше на работу не возьмут как-то оппозиция готова поддерживать людей которые будут так рисковать забастовки должны носить конечно массовый характер и это будет как раз таки обезопасить людей риск потерять работу безусловно есть но дело в том что сейчас и так идут массовые сокращения на белорусских предприятиях понимаете и ситуация в экономике будет ухудшаться если уходит большинство с предприятия то наказать всех власти не в состоянии потому что предприятие не может избавиться от большого количества специалистов понимаете если они попытаются уволить всех кто забастует то предприятие станет автоматически даже найти столько штрейкбрехеров да еще со соответствующей специализации соответствующим профессиональным уровнем невозможно потому что даже в августе когда пытались вот таких заменить рабочих на штрейкбрехеров мы наблюдали смерти на производстве например там рабочий одного из предприятий он просто не справился с новым оборудованием это еще опасно вот поэтому нет забастовка мне кажется это реальный такой шаг это то что нужно делать и это окажет очень серьезное влияние на изменение ситуации а главные предприятия белорусские от которых будет зависит успех забастовки но я сразу вспоминаю белаз например да кто еще нет но это и белаз это минский тракторный завод это беларусь калий это гродно азот это нефтеперерабатывающие предприятия в новополоцке в мозыре то есть огромное количество заводов которые еще пока на беларуси работают если они могут остановиться спасибо наташ живи беларусь живи вечно